следят за здоровьем с новым пульсом считают шаги калории и много чего еще все это фитнес гаджеты одни не видят них никакого смысла другие живут постоянно сверяясь цифрами что дает контроль за чистотой пульса и как правильно тренироваться сейчас расскажем минусы фитнес-гаджетов в их неточности есть небольшая погрешность плюс то что они удобные быстро определяется пульс пульс необходимо измерять прежде всего для того чтобы не перейти в состоянии перетренированности когда сердце находится в красной зоне пульса существует три основных вида устройств это фитнес-трекеры или браслеты смарт-часы и нагрудные пульсометры их используют в основном профессионалы мы возьмем обычный фитнес-браслет то что мы называем следить за пульсом профессионалы измерять частоту сердечных сокращений или чсс проводят такие измерения и тренеры и сами спортсмены любители чтобы не падать в обморок и беречь сердце высчитывается по формуле 220 минус возраст это максимальный пульс красная зона куда мы не заходим так это приводит к перетренированности сердца мы работаем примерно для начинающих частота пульса от 60 до 70 от максимального чсс для взрослых людей частота пульса в состоянии покоя 60 100 ударов в минуту во время тренировки 120 150 мой трекер кажется делает ошибку можно измерить пульс не используя фитнес-трекеры а использовать ручной способ измерения да например можно найти лучевую артерию измерить за 10 секунд и затем умножить на 6 второй вариант который мне больше нравится это найти сонную артерию она более такая выпуклая ее легче пропальпировать от частоты сердечных сокращений во время тренировки зависит не только ее безопасность но и эффективность для этого нужно высчитывать так называемые рабочие зоны во время бега важно сохранять пульс примерно 60 70 процентов от максимального если мы говорим о длительном беге если говорить о интервальном беге когда постепенно снижается интенсивность потом увеличивается то здесь пульс может меняться от 50 60 процентов от максимального пульса до 80 90 процентов 120 это еще далеко от идеала поэтому предлагаю увеличить интенсивность бежим тренировки на выносливость предполагают работу с небольшим или собственным весом высокую интенсивность большое количество повторов а значит и серьезную нагрузку на сердце сейчас андрей делает упражнение в течение минуты и важно в последующем течение минуты как минимум дать ему время отдохнуть сердце долго не может работать на максимально высоком пульсе это достаточно вредно у новичков могут быть проблемы с сердцебиением и дыханием поэтому при головокружении отдышки нужно сразу же останавливаться во время силовых упражнений чистота сердцебиением будет ниже чем при беге или кардио пусть будет сильно повышаться при выполнении упражнений с большим весом большой вес равен примерно весу занимающегося дыхание даже может задерживаться пульс временно увеличивается но затем после выполнения упражнения он должен течение минуты снизится помните пульс восстанавливается в течение минуты длительность силовой тренировки спортсмена любителя не должна превышать одного часа кардио полутора часов тогда будет польза результат лучше всего отражается в цифрах если тренироваться регулярно показания будут постепенно меняться занимайтесь спортом и следите за своим здоровьем